Друзья, всем привет! Ездил в Москву, отвозил заказы, ездил на Портере для того, чтобы на обратном пути привезти всяких нужных вещей. Сегодня я в 8 выехал обратно, вот время 5.20, я все еще катаюсь. Значит, поехал я обратно через железнодорожный электросталь на Гинск-Киржач, заезжал аж в Сергиев Посад, вот сейчас вот в Сергиев Посад выехал, еду домой. В железнодорожный я ездил для того, чтобы пообщаться с дилером премии корма. Хотел я взять несколько мешков на пробу, пятерки, шестерки для бролера, но у него не оказалось, все продал. Хотя полторы недели было в наличии, я звонил, там у него несколько мешков было. Там 15 что ли, или 20, в общем, того и сколько-то другого. Но суть не в том, в общем, не оказалось ничего, ну и ладно, все равно по пути. Зато показали мне, значит, паспорта качества, они соответствуют тем, что нам прислали. Все как бы без изменений, антибиотик в ПК-5, ПК-6 без антибиотика. Вот, увидел я там, посмотрел на Тосинский комбикорм, по внешнему виду мешков и самого комбикорма, ну, очень похож на Ростовский, на Раменский. Вот, такого плана комбикорм. Вот, но я не стал брать, нам он не подходит. О нем будет еще дополнительная информация, как бы так. Вот, далее поехал я, значит, в Электросталь. Забил в Яндексе еще комбикорма, где продают по дороге. Заезжал в несколько магазинов, но так ни о чем, там ничего толкового не было. Единственный, значит, магазин, в который я давно хотел попасть, это Кормилец. У них сеть, что ли, я не знаю, такой он раскрученный. В районе Храпунова, там поселок Воровское, не доезжая к Электростали, значит, зашел. Там комбикорма есть у них, несколько видов курины, раменский, немного истры для несушек, значит, что у них есть. И шуйский, что мне вот интересовал больше всего, который меня интересовал больше всего, значит. В общем, что я там подчеркнул для себя, какую информацию. Там был шуйский, да, для бройлера. И мешки так выполнены таким макаром, что, значит, у них есть прозрачная часть на мешках. И я смог увидеть, как бы, что это за комбикорм воочию, да, по составу, не по составу, а по консистенции. В общем, мне не очень понравилось. Такое впечатление, что там, знаете, плохо размешали. Попадается отдельно кукуруза, отдельно пшеница, не в гранулах. Ну, то есть, капец. Хуже, чем Ростовский, да, вот Ярославская область. Мне так показалось. Именно вот по внешнему виду. Ну, в общем, короче говоря, я должен, я его даже брать не стал, потому что там такая цена, чумовая была, на этот комбикорм. Я не стал покупать. Вот, дальше, значит, мы заехали. А, кстати, не сказал. Я там в железнодорожном, в окрестностях, там Некрасовка, железнодорожный. Я снял небольшой репортажик, ну, так, на философскую тему по поводу, куда мы катимся. Может быть, ставлю. Вот, дальше, значит, мы, я поехал в этот, в электросталь, в Кастораму. В Кастораме я взял три листа ОСБ для пола в курятник. Вот, как говорил, восемнадцатый по 1250, что ли, в этом районе, точно не помню, рублей. Три листа я взял, значит. И там купил, получилось так, что купил поликарбонат. Я хотел поликарбонат в Александрию купить. Там есть одно место, где он по более-менее сходной цене продается, 1800 за 6 метров. Но, когда я ездил, смотрел, там у них было два листа старых грязных. Я не стал покупать. Они сказали, что привоз в скором времени будет. И я просто его, так скажем, пощупал. Он показался мне не таким плотным, как в Кастораме. В общем, короче говоря, я взял в Кастораме. Так вот, на первый взгляд, я характеристик не сравнивал, но вот по тактильным ощущениям, то, что в Кастораме более плотнее, у него выше плотность. И я, в общем, короче, купил его там. Получилось, что я взял два листа. Значит, цена у него была 2,150. Сейчас акция. Купил по 1857 рублей. Вот, два листа взял. Один на индюшатник. Доделать загон. И один, там я говорил, крышка на брудер. И там еще в одно место мне нужно как бы. Вот, все, значит... А, не все, какое все. Потом, значит, я ехал, заехал в Киржач. В Киржаче я взял Маркорм пятерку. 8 мешков у них последний забрал. Шестерки у них не было. За шестеркой ездил Сергий в Посад. Благо там оказалось. Вот, ну и, в общем, Сергий в Посаду мы выехали и едем в сторону дома. По приезду покажу, что у меня там в кузове. Кому интересно. Так, ну все, мы дома, наконец, приехали. Так, смотрим, чем мы тут привезли. Вот. Привезли мы вот это. Три листика. Восемнадцатых USB-шки на пол. Ракушка. Мешок я взял мелкой ракушки. 750 рублей. 50 килограмм, сказали. Так, и у нас тут 10 мешков. Пятерки, Маркорм. И 20 мешков. Шестерки. 6,1. 6,1. 6,2 у меня еще есть. Вот поликарбоната два листа мы взяли. Вот, короче говоря, вот такая песня. Все, сейчас разгружаться будем. Так что, портер, это, конечно, палочка-выручалочка. Ну и в конце, как обещал, небольшая зарисовочка по поводу микрорайона на помойке. Так назовем. Мы в свое время, имея дачу в районе Храпунова, это по Новосавихе, в сторону электростали, ездили по этим местам, там, со стороны Люби, с там, такими объездными путями, по этим полям, мимо полигонов, этих куча огромных мусорных, раньше. А сейчас, вот я здесь еду, еду уже, наверное, в прошествии, ну не знаю, лет 8, может быть. И здесь все застроено. Все вот эти вот поля бесконечные, мусорные полигоны, все застроены. Ну и, конечно, это просто, просто восхитительно. Вот по бокам видно здесь еще, я не знаю, что они делают с этой землей, рекультивируют, вывозят куда-то вот эти вот остатки мусорных полигонов. Вот вы можете видеть, здесь по бокам вот такой грунт они изымают вместе, в перемешку с мусором. И вот, я думаю, на месте вот этих вот мусорных, бывших полигонов, будут строиться дома новые. Вот, посмотрите, здесь вот очень, я не знаю, видно, нет. Вот горы, горы земли, в перемешку с мусором. А, ну вот сейчас будет, смотрите, я сейчас попробую остановиться. Вот, смотрите, как. Да, видно. Вот техника, здесь вот, видимо, такой, как бы был небольшой полигончик. Ну, здесь, короче, вся земля вот в этом районе, она вся завалена мусором, насколько вот я раньше ездил, видел это все. И сейчас так расчищают, разравнивают, это куда-то вывозят, видимо, к нам в Александров, на московский мусор, на нашу свалку теперь возят под Александров. А здесь построят дома вот такие вот, вот такие вот дома построят, красивые. И люди будут счастливы жить. Только запах никуда не денется. Вот я сейчас открываю окно, воняет свалкой. Так что вот такая цивилизация. И сейчас меня впечатлило, я проезжал, сейчас чуть-чуть отъеду. Так, я проезжал место, где, значит, это буквально, ну, там 3 километра от МКАД, в сторону Некрасовки. И там, значит, получается такая картина. Микрорайон новый, новый дом построен. И окнами он выходит на огромную кучу. Это бывший полигон, он там отсыпан землей, но, как бы, трава на нем растет. Но это вот куча мусора. И у подошвы этой кучи, значит, получается, построили метро. Ну, прямо, вы знаете, это такой урбанистический новый пейзаж. У меня он очень впечатлил. Просто, блин, очень впечатлил. Я попробую фотку вставить, но она там плохого качества, блин, там не получилось почему-то сфотографировать. Ну, в общем, вот такая вот у нас цивилизационная новое время. Люди, живите в Москве. И главное, что смотрю, я район проезжаю, тут люди с колясками ходят. Ну, в общем, жизнь своим чередом идет. Ничего страшного, что здесь кругом мусор, как бы, да, воняет. Это нормально. Это уже стало нормой у нас, к сожалению. Так что, вот такой вот репортаж небольшой. И вот сейчас по радио, значит, как раз обсуждают тему, что экстренно сел в Жуковский самолет пассажирский. Но там все нормально, молодцы пилоты, без жертв, посадили в поле в кукурузном самолет, который на взлете, значит, по причине того, что рядом свалка, попал, значит, самолет в стаю чаек. И одна чайка попала в двигатель, отказал двигатель. И самолет сел экстренно в поле. То есть, причина косвенная этой посадки экстренной, это, опять-таки, свалка. Ну, так, ребят. Так что, человечество себя само погубит, к сожалению. И самая главная проблема сейчас для человечества, это мусор. Как я вот люблю смотреть лекции Георгия Милинецкого, там, это профессор Института Келдыша, он эту проблему освещает, значит, что у нас сейчас, больше 80% ВВП общемирового нужно тратить человечеству на утилизацию уже произведенного мусора. Не говоря уже о том, который производится даже в данный момент. Так что, проблема эта, наверное, уже нерешаемая. Не знаю, что это, эта надежда на ученых, что они изобретут какую-то волшебную таблетку. Волшебную бактерию уже изобрели, в океан заселили, там, проблемы от нее одни. Ну, я не знаю, что нужно изобрести, чтобы с мусором как-то бороться. Нужно было запрещать его использование пластиковой тары, ну, всего этого. Но человечество не готово отказаться. Никто же из нас не хочет в бидоне молоко опять носить, как раньше, да, там, в овощиках продукты вместо целлофановых пакетов. Все, надо с себя начинать. А с себя начинать это самое сложное. Поэтому, так что, вот, неизвестно, что мы своим деткам оставим на планете на этой. Наверное, только мусор, к сожалению. Ладно, всем пока, всем всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»